так разберу сначала про наивность сейчас я зачитаю а потом мы перейдем к очень классно интересной теме про про свингер клубы на давайте сначала про свингер клубы просто хочу чтобы вы чуть-чуть пособрались ладно давайте прочитаем про свингер клубы на потому что тема и так читаю письмо значит девушка замужем да и у нее муж любит сингер вечеринки так у меня странная ситуация может быть она вам будет интересно но ситуация вообще-то не странная свингеров то на самом деле очень много так смотрела на его действия то есть на действия мужа по сравнению с остальными кавалерами мужчина делал все для меня но это самое главное перевез в другую страну обеспечил поддерживал материально и морально но это прекрасно это говорит о том что он вас сильно любит он за вас ответственный и вы на него можете положиться поддерживал материально морально вышла замуж за него вскрылась тайное увлечение свингер клубами то есть если он вам раньше об этом не говорил это говорит о том что он вас боялся потерять и это нормально это это когда человек что хочет сохранить да и там и там-то но он это скрывает так свингер клубами про которые он не говорит мне до сих пор кстати мне написали как вы об этом узнали тогда то есть он меня любит делает мне комфорт хочет детей но постоянно добирает вот эту грязь на стороне то есть для вас это грязь а для него это как хобби и вот я сейчас сижу в этом комфорте но гордость меня каждый день гонит собирать чемодан даже не знаю выложить все карты и помахать рукой или закрыть глаза так как в целом человек мне подходит по всем параметрам кроме вот одного но смотрите я не знаю как вы об этом узнали что ваш муж предпочитает свингер пати да здесь есть страх даже не такой страх что вот мой мужчина любит вот такие вот свингер пати что делать что здесь за страх потому что здесь может быть страх что например он ходит на свингер вечеринки с кем-то и что он может в кого-то видимо влюбиться да и начать там с кем-то встречаться кстати у меня так уже не у меня лично была ситуация когда пары ходили на свингер пати то есть девушка с мужчиной да и девушка влюбилась в мужчину который встретил на этой свингер вечеринки и сейчас они женаты то есть ему это больше уже не нужно он горит и я люблю тебя и мне больше ничего не нужно здесь надо понять в чем ваш страх потому что страх может быть в том что вы боитесь его потерять что ему нужно сделать для вас чтобы вы в этой ситуации не боялись его потерять например вы себе говорите что как было бы мне комфортно при вот этой вот всей ситуации например он там где-то вот этот все добирает да и вы ему можете сказать дорогой я готова например на это закрыть глаза но мне нужна компенсация например вы у него можете попросить новый автомобиль или например вы у него можете попросить там учебу где вы всю жизнь мечтали учиться или например у вас есть какой-то там незакрытый вопрос по финансам например у вас нету там своей недвижимости вы можете попросить дорогой я хотела бы чтобы ты мне купил квартиру вот в том-то городе или в том-то стране и тогда мне будет спокойно потому что если вы ему просто так позволяете это делать то у него очень сильно развязаны руки и это ему очень легко дается ему должно быть больно то есть его должно бить по карману вот эти вот его всякие увлечения поэтому вы спросите себя что вот за что я готова вот это вот все принимать может быть действительно у вас есть что такое за что вы готовы его простить второй момент вы говорите вот он увлекается вот этой вот грязью для него это это как стиль жизни то есть без вот этого всего у него не будет полной жизнью и я так поняла что он долго этим занимается если вы об этом узнали тайно вы можете ему предложить например тоже участвовать в этом потому что а смотрите если вы не разделяете его интересов то он может в один прекрасный день найти кого-то кто разделяет эти интересы зачем ему кому-то искать когда здесь есть вы например понятно что вам это не нравится да но вас не заставляет никто ходить на такие вечеринки и участвовать в этом вы можете ходить на такие вечеринки как зоопарк посмотреть да то есть вы с ним приходите вы делать то же что все остальные но вы в этом не участвуете да вы там не обязательно вам близость иметь с мужчинами и женщинами нет а вы на это все смотрите вот как на животных но здесь такой момент вы говорите что это грязь если он ходит кстати у меня был эфир где я про это рассказал есть же вот такие вот свинг вечеринки где собираются очень состоятельные люди да где членство в год стоит там 70 тысяч долларов понятно что там собираются мужчины и женщины очень высокого уровня очень интересные неординарные люди и это уже не не будет какая-то там грязь да может быть даже вы там встретите еще одного своего будущего мужа почему нет и такое бывает вот вы можете пересмотреть и сказать дорогой слушай мне тоже это интересно но вот я не хочу вот этот и вот этот клуб ходить давай поедем там например в лос-анджелесе организовывают в замке там с джазом с с концертом ужин при свечах вечеринка у бассейна вот мне нравится вот такой формат то есть почему бы вам не сказать вот о своих предпочтениях может быть вам нравится вы знаете есть такие private свингер пати где вызывают там цирк дюсалей выступать почему нет вот поэтому вы можете свой вариант предложить дальше если вы хотите как бы оставаться в таком состоянии что типа вы об этом не знаете да то закрывать на это глаза вам же все равно от этого плохо то есть ваша тема ваша тема ваша вот эта проблема она все равно не решена поэтому вы можете вызвать его на разговор и сказать дорогой я знаю про твои увлечения и я хотела бы я хотела бы сказать что например там мне это неприятно меня это пугает потому что смотрите это то же самое когда мужчина предлагает секс троем женщине он все равно будет предлагать секс троем пока она это все не организует но есть такие мужчины да которые говорят о все давай секс троем секс троем и потом когда женщина это все организовывает он последний день пугается и может отменить это все мероприятие вот если вам не комфортно реально вот ну это не ваша ценность да то есть вы не можете с этим смириться вас мучает это изнутри делайте выводы но с другой стороны смотрите мужчина которая для вас все делает которая ответственный да как вот я так мила ваша ценность это чтобы мужчина вас обеспечивал чтобы мужчина вас заботился чтобы мужчина создавал для вас комфорт вам же с ним спокойно вы понимаете за все надо платить когда мужчина обеспеченный да когда мужчина щедрый вы платите за то что вы его реже видеть чем например а мужчину среднего уровня да потому что он постоянно занят он то есть его внимание постоянно в дефиците то есть мужчина который надежный успешный щедрый ему многое прощается и вот понимаете нету такого чтобы он был и обеспеченный и щедрый и вот такой весь ответственный и чтобы не было у него там какой-то своей секретной жизни не бывает такое все равно она что-то есть просто есть вообще там дичь какая-то вскрывается да ну а тут свингер свингер пати человек любит но и это же не извращение это он там не с животными и с детьми но это абсолютно нормальное хобби его такое вот поэтому за все надо платить то есть готовы ли вы платить за вот этот ваш комфорт за то что вы чувствуете себя спокойно надежно готовы ли вы этим платить вот либо вы к нему присоединяйтесь пока он не нашел там себе кого-то на стороне чтобы кто-то с ним вместе посещал бы такие вот мероприятия и так перейдем к следующему вопросу вопрос про наивность так что найду надо было мне сохранить чтобы не прочитанных потому что тяжелого так найти потом нашла так не нашла а а вот расскажите пожалуйста немного как быть с наивностью с наивностью верю всему сказанному несмотря на то что не раз наступала на одни и те же грабли ну во первых это проблема с границами то есть вы для всех хотите быть такой хорошей девочкой вы хотите вы хотите чтобы о вас думали хорошо то есть для вас очень важно мнение окружающих если вам что-то неудобно сделать вы об этом не говорите человеку да вы вы говорите что да конечно я смогу я сделаю хотя мне это неудобно то есть вы вы боитесь что о вас кто-то подумает что вы там сука да или там вы не подруга никакая и поэтому то есть то есть вы наступаете себе на грабли вернее это себе на горло чтобы кому-то сделать приятно так секундочку что-то я писала по этому поводу то есть то есть что еще про наивность а про наивность в детстве родители постоянно вам указывали что делать да куда идти учиться какую шапку одевать вот если вы не хотите шапку-ушанку одевать а мама говорит нет ты должна ее одеть вы не хотите есть например рыбу вы говорите я хочу жареную картошку мама говорит нет ты должна есть вот это с какими друзьями ты должна общаться то есть ваше желание вы не знали то есть вы у вас нету вот этого понятия норма да что хорошо что плохо потому что в детстве родители просто атрофировали вас вот эти вот понимание что вы хотите вообще что вам хоть что вам приятно что вам неприятно потому что за вас все решали родители что происходит во взрослом возрасте ну во первых вы оттуда с детства перенесли вот эту вот хорошесть я должна быть хорошей во всем и для всех а вы боитесь отказать потому что очень сильно у вас нарушены границы а также у наивного человека вообще атрофирована атрофирована способность анализировать например вам когда-то кто-то плохо сделал вы свято верите что в следующий раз человек такое не сделает потому что он хороший то есть вы верите что все хорошие вот поэтому что здесь нужно включать вообще выключить все эмоции потому что это знаете вот человек наивный наивность она с глупостью пересекается и получается человек как в сказке в какой-то живет и вам надо включать холодный ум и постоянно анализировать если человек то есть если человек сделал плохо вот так значит он еще снова сделает плохо не бояться вообще прерывать все связи неважно это мама да потому что есть мама которые ну просто они разрушают дочку или там сына есть подруги которые на шею садятся там или говорят какие-то гадости да то есть неважно кто это надо не бояться разрушать все связи которые вот не приносят вам удовольствие потому что друзья нам для того чтобы приносили они радость и помогали друг другу да то есть допустим моя ценность у меня друзья должны быть щедрые потому что когда человек не щедрый он все равно в конце концов себя проявит как неблагодарная свинья вот потом человек наивный он всех он всех он всех как это называется find excuse как это называется наивный человек он всех постоянно забыл а как по-русски забыл как по-русски в общем научиться анализировать да анализировать ситуацию стратегическое мышление развивать стратегическое мышление это тогда когда на какую-то ситуацию вы реагируете не эмоционально а рационально то есть вы смотрите на три шага вперед вот оправдывают спасибо большое да наивные люди всех оправдывают на наивность это вот равно глупость наивность глупость и вот это вот детскость то есть человек смотрит на все реагирует не как взрослый человек он как ребенок реагирует да потому что он всему верит ему так сказали еще кстати наивные люди говорят я не умею обманывать когда он до чего-то не может додуматься он говорит я не умею обманывать да тут не обманывать тут просто надо мозг включать на все на все ситуации нужно включать креативное мышление рациональность потому что смотрите вот как люди говорят Если вот так вот думать рационально и логически, ты устаёшь от этого. А как же эмоции? Представляете, эмоции, вот вам дана какая-то ситуация. Вы моментально влюбились в мужчину. Вот эти эмоции, вот это вот удовольствие от эмоций длится несколько дней. А если вы рационально приняли какое-то решение, вы кайфуете года, да? Не потом расхлёбывая вот эту вот ситуацию, например, когда девушка встречается с абьюзером, а потом она с ним расходится, ещё два года она восстанавливается, инвестирует в него, да? Потому что она ходит к психологу, психиатру, платит за это деньги, чтобы восстановиться. Поэтому я вас призываю думать рационально, а не эмоционально, чтобы вы один раз хорошо сделали выбор, да? Помучились, раскритиковали, проверили, протестировали человека или ситуацию. И потом вы кайфуете там 5, 10, 20 лет. Вот это вот круто. Как вы стратегическое мышление развиваете? Я счастливица, я с ним родилась. И мне приносит удовольствие тогда, когда я принимаю правильное решение. Как я понимаю, что я принимаю правильное решение? То есть я принимаю его не быстро. То есть, смотрите, кто-то вам говорит, давай сделаем вот это. Если, кстати, у наивного человека, ой, логика, интуиция вообще не работает. Поэтому не верьте, что там я чувствую вот так. Никак вы не чувствуете. Потому что если бы вы чувствовали в вашей жизни таких ситуациях, которые были, они бы и просто не были, если бы у вас работала интуиция. Вот, поэтому наивному человеку вообще на интуицию нельзя полагаться. Критическое мышление и стратегическое мышление развивать так. Когда вам кто-то что-то предлагает, брать время. Разрешите, я подумаю, да. Когда вам кто-то говорит, ой, если ты будешь думать, вот это вот предложение там куда-то уйдет. Ну, это манипуляция, понятно. Потому что когда человек нас торопит, да, то есть он пытается создать вот такой вот искусственный дефицит чего-то. Вообще все мошенники или человек с недобрыми намерениями, он постоянно начинает вас торопить. Когда вы говорите, что вы можете ответить? Вы можете сказать, то есть получается, вы на меня сейчас давите, да, то есть что я должна вот побыстрее принять решение. То есть вы не даете мне время подумать. Потому что, смотрите, когда кто-то вами пытается манипулировать, если вы тут же раскрываете эту манипуляцию, все, она уже на вас никак не действует. Человек тоже теряется в этот момент. Потом, как развивать мышление, стратегическое мышление? Завести себе ментора. Моим ментором был мой бывший молодой человек, 7 лет. И он, например, мне постоянно говорил, слушай, а почему у тебя столько друзей? Почему ты со всеми общаешься? Вот эта вот девочка, она постоянно курит травку. Она, ну как бы, она тебе ничего, она никакой тебе пользы в дружбе дать не может. Вот эта девочка, она постоянно тусит и пьет. Ну, я говорю, о, мне с ней прикольно. Говорит, она тебе никакой пользы дать не может. Ты должна фильтровать друзей, ты должна выбирать тех людей по жизни, которые тебе могут быть полезны, у которых ты чему-то можешь научиться. Вот что значит стратегическое мышление, да? А другой человек скажет, а как же эмоции, а как же кайф? То есть получается, что если вы не фильтруете друзей и людей, которые вокруг вас, да, некоторые вас просто разрушают, а вы остаетесь, типа, хорошей, доброй девочкой, ну, типа, вы же хорошая, да, вы не можете сказать человеку, слушай, ты там бухаешь и куришь травку, мне с тобой невыгодно вообще общаться, я ничему у тебя не научусь. То есть наивному человеку надо обязательно в жизни завести ментора, потому что наверняка друзья говорили, что смотри, у тебя вот эта ситуация уже третий раз повторяется, как же ты не видишь, как же ты не анализируешь, у тебя же так уже было. Потому что, смотрите, вы платите деньги ментору, чтобы он контролировал, чтобы он смотрел динамику ваших реакций по жизни. То есть вот наивному человеку только так можно научиться. Это раз. Раз, два, пройти лечение, курс, я не знаю что, по тому, как избавиться от жертвенности, потому что наивность, вот это вот немножечко глупость, и инфантилизм, это все жертва. Вот, у меня есть последний кайт по поводу этого, я расписала вообще, откуда это берется, как с этим бороться. Ментор, чтобы найти, нужно его платного найти? Слушайте, интересный вопрос, а что бывает бесплатно? Я не понимаю, что бесплатно бывает. Если вы не готовы платить кому-то за свою жизнь, если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, и в то же время вы не хотите ничего менять, или хотите это делать бесплатно, значит, вы не готовы. Потому что когда человек к чему-то готов, к нему это приходит. Почему у некоторых людей нет денег? Потому что они их боятся, они не готовы. Например, у меня была ситуация, девушка одна очень умная, она работает, работает, а денег нет, нет. Я ей говорю, слушай, у меня есть один заказчик, вот он у тебя может заказать вот такой вот объем работы, и он тебя заплатит в три раза больше, чем ты берешь за свои услуги. Что вы думаете? Она в последний же день отказалась, потому что человек не готов к большим деньгам, у него их и нет. Если вы не хотите за что-то платить, значит, вы к этому не готовы, но ничего страшного, наступайте на свои грабли, значит, вам это нравится. Так, я надеюсь, я ответила на вопрос про наивность, но это жертвенность. Да, жертвенность, потому что жертвенность – это инфантилизм. То есть некоторые люди, им, например, 35 лет, а мозгов нет, да, то есть она принимает решение не из состояния взрослой женщины, а как ребенок. И она постоянно ни до чего не может сама додуматься, да, и она всех оправдывает, мужиков оправдывается, там кто-то плохо с ней поступил, кто-то на деньги кинул, она всех оправдывает. Когда ей говоришь, иди, иди к адвокату, накажи этого человека. «Нет, но он же сделал так, потому что он был в таком настроении, например, да, не потому что он человек говно, нет, наивные люди никогда не скажут, этот человек был говно, и лучше с ним не сядь. Нет, они оправдают и скажут, вот так. Так, подождите, давайте я еще отвечу на вопрос, потому что скоро я иду на ужин. Так, сейчас я отвечу на вопрос. Что же у нас там? Ага, все, поняла. Так, буду долго читать. Вопрос Лины. 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 Ага, другой вопрос. Блин, а что плохого в свинг-клубах? Прекрасный вопрос. Вот не говорите. Ну, что плохого? Ничего плохого. Почему бы и нет, да? У всех разные интересы. Так, какой у вас был первый мужчина? У меня первый мужчина. Слушайте, честно, я не знаю, кто там был первый, потому что там интересная у меня ситуация произошла. Я не понимаю, кто был первый. Первый-первый, или первый все-таки был второй, потому что там... Первый мужчина у меня был очень классный. Это вот как раз мой ментор. Был 7 лет. На протяжении 7 лет я ему очень благодарна. Он меня, можно сказать, воспитал, потому что я его встретила, когда мне было 19 лет. Так, ментора платного где можно найти? Ну, погуглить, где еще можно ментора найти. Девочки, блин, ну думайте, как это, я не знаю. Мне очень нравится. Вот. Это говорит о том, что если вам нравится свинкель-клуба, вы очень неординарный и интересный человек. Так, сейчас прочитаю вопрос перед другим вопросом. Нормально, что мужчина копается в старых переписках, считает количество мужчин в прошлом. Я не понимаю, что это ему даст. А делает он это потому, что когда мы с ним начали общаться, я параллельно общалась с другим. И теперь у него недоверие. Но сейчас я выбрала его, я с ним. Ну, что я могу сказать? Мужчина, неуверенный в себе, ревнивый, возможно, чуть-чуть психопат, возможно, манипулятор, возможно, будет вам в будущем выносить мозг. Потому что, ну, смотрите, если вы только начали встречаться с мужчиной, обычно мужчина проявляет себя с самой лучшей стороны, да? То есть он не выносит мозг, он дарит подарки, он такой весь мягкий, белый и пушистый, да? То есть оттуда начинает копаться. Ну, это ненормально в ваших переписках. Нет, это ненормально. И это раз-два вы, видимо, не выстроили свои границы. Потому что почему вы ему не скажете, мне это не нравится, пожалуйста, больше так не делай. Потому что, смотрите, он хочет, чтобы вы стали оправдываться. Когда человек начинает оправдываться, он уже проиграл. Вы не должны ни за что оправдываться. Если мужчина вам не верит, вы всё равно должны ему сказать... Там он говорит, дорогая, я не верю, что у тебя сто было, я думаю, что у тебя было тысячу. Не вздумайте его переспоривать или оправдываться. Вы ему можете сказать, дорогой, как тебе спокойно, так ты и думай. Всё, к вам никаких вопросов нет. Если он дальше начинает вас раскручивать, а почему ты так со мной разговариваешь? А ты что, меня не любишь? Я вот, я не понимаю. А кто вот этот был? Кто вот этот Иван Иванович был у тебя? А кто вот этот Иван Петрович у тебя был? Кто это? Потому что, смотрите, когда вы начинаете оправдываться, он дальше начинает лезть. И чтобы вот этого не было, вы ему говорите, что бы ты ни думал, пожалуйста, думай, как тебе комфортнее и спокойно. Если он дальше начинает лезть, а что это вот это вот? А кто это вот это вот? А что у тебя с ним было? А у вас было только вот оральный секс или нормальный секс? Или другой ещё секс? То есть, понимаете, вот мужчина может настолько нарушать границы, если вы ему позволите. Поэтому никогда в жизни ни перед кем не оправдывайтесь. Если он будет вот так делать, ну, слушайте, конечно, вы можете терпеть такого мужчину, но терпите за миллионы, да, чтобы вы тоже чувствовали себя королевой. Обычно, когда мужчина начинает выносить мозг, мало того, что он ничего не делает, да, так вы ему должны будете доказывать свою любовь, да. Как не стесняться попросить у мужчины деньги. Так и сказать. Так, а на что вам деньги нужны? Например, на учёбу. Моё любимое. И это очень уважаемо мужчина. Например. Дорогой, я хотела бы поехать в Париж на три недели учить французский язык. Это стоит вот столько-то. И он мне говорит. И он вам говорит. Ты знаешь, Оля, у меня сейчас нету денег. Вы ему говорите. Хорошо, Ваня. А какого числа ты мне можешь дать? Так, сегодня у нас 28-й, да? В среду, да? То есть всегда говорите сроки. Потому что он может сказать, не знаю, отстань. Потому что мужчина должен вам пообещать, когда он вам может дать. Потому что, смотрите, он может сказать, не знаю, сейчас не время. Это говорит о том. Ну, слушай, дорогая, отстань. Я тебе не собираюсь ничего давать. Ну, тут вообще тогда без вариантов, да? Тут уже понятно. Если мужчина говорит, слушай, это так дорого. Ты что? Это очень дорого. То есть, ну, у меня вообще таких денег нет. Вы можете сказать, хорошо, отдать мне тогда, пожалуйста, ты можешь мне дать половину, а я другую половину у Тани займу. Всегда, когда вы куда-то ездите в поездки, когда мужчина говорит, это было так дорого, где-то взяла деньги, всегда говорите, я заняла у Тани вот такую-то сумму, я ей тогда скажу, что ты ей отдашь, да? Какого числа мы ей можем отдать? Как еще можно просить? Сергей, я вчера в Луи-Виттоне видела красивую красную сумку. Она стоит прямо на витрине. Стоит 2х. Смотрите его реакцию. Говорит, о, ну это там дорого очень. Хорошо. Сколько ты мне готов дать? Остальное я займу у сестры. Но лучше у родственников не говори, да? Потому что мужчины думают, что родственникам, в принципе, можно не отдавать. Вы говорите. Хорошо, сколько ты мне можешь дать? А остальное я займу там у соседки. Ну, грубо говоря, да? Как вы держите свою форму? Слушайте, я ем все подряд, кроме хлеба. Все подряд ем и днем, и ночью. И пью шампанское. Странный вопрос от женщины. Почему позволяет, чтобы так мужчина относился, как к собаке? Не знаю, что за вопрос. Так, ваш первый мужчина был старше вас? Да, у меня все мои мужчины старше меня минимум... Ну, кстати, все мои мужчины старше меня на 12 лет. Кстати. Да. Молодые парни вообще не мое. Дорогая, следующие твои курсы должны быть актерское мастерство. Закончишь досрочно. Прям чувствую, таких в Голливуде не хватает. О, боже, я так хочу туда. Да, будем преподавать актерское мастерство. Так. Следующий вопрос. Так, следующий вопрос был долгий. Но я постараюсь его сейчас разложить, потому что это очень важный вопрос. Так. Так, я в серьезных отношениях с парнем уже пятый год, живем вместе три года, замуж не позвал, но пока я и не хочу. Проводит 85% времени с друзьями. Но это говорит о том, что его ценность друзья, да. Есть такие мужчины, тусовщики по жизни. То есть этот мужчина вообще для семей никак не приспособлен. Ему удобно, что там у него дома кто-то сидит. Но ему очень важно выходить. Ему очень важно, что он там идет по улице, а ему все. Серега, привет! Он такой, привет, привет! Серега, как вы вчера там потусили? О, круто потусили! То есть, понимаете, да. То есть для семьи вообще никак. Не проявляет внимания. Хорошо зарабатывает, но абсолютно не ухаживает. То есть я так понимаю, что он зарабатывает и тратит все на тусовки, на друзей, да. Любит, чтобы я просила о помощи и с собственной инициативой не хочет на меня тратиться. Ну, постоянно просить это некомфортно. Я с вами согласна. Потому что, вот я говорю, да, что вы, девушки, там, мужчина не может догадаться. Вы должны там сами просить. Ну, смотрите, вы же, когда в отношения вступаете, да, вы договариваетесь с мужчиной. Дорогой, вот чтобы я тебя каждый раз не дергала, давай ты мне каждый месяц, там, первого числа будешь перечислять вот такую-то сумму на мой банковский счет. Мужчина успешный, скажешь, дорогая, спасибо, что ты мне это сказала. Реально, я не буду напрягаться, я буду знать, что мне будет спокойно, что у тебя есть за что там заплатить за учебу и так далее. И, ну, вообще мне будет спокойно, да. Естественно, лузер скажет, ах ты, шнюхам, проститутка, ты такая-то, такая-то. Вот, то есть для успешного мужчины это нормально, давать вам каждый месяц суммы. Вот, но когда я говорю, вы должны просить, вот, например, ну, хочется вам машину, да, ну, надоело вам ездить на Мерседесе, а хочется вам Астон Мартин, да, а ваш мужчина об этом не знает. И вот тут надо сказать ему, чтобы он сам не догадывался, и вы не ходили и обижались, да, что же вас не устраивает. Вы можете сказать, дорогой, я знаю, что мне подарить, чтобы ты мне подарил на день рождения, я не хочу, чтобы ты ломал голову, не хочу бриллианты, уже вот так ты мне надарил, давай мне купим Астон Мартин. Так надоело на Мерседесе ездить. Вот тут можно просить, да, или там украшения просить. Плюс тяжелые отношения с его мамой. Так, смотрите, внимание человек не уделяет, хотя хорошо зарабатывает, да, делает так, чтобы вы его постоянно просили. Почему мужчина делает так, чтобы вы его постоянно просили? Потому что мужчина слабый, ему очень важно, чтобы его постоянно кто-то дергал, чтобы он чувствовал свою вот эту вот силу, да, свою власть. Вот как раз такие мужчины, вот они тусовщики, да, они чувствуют свою власть, когда их все знают официанты, бармены, там, ну, то есть, понимаете, да, чтобы все знали про его личную жизнь, там, где он вчера в клубе тусил, в какой он ресторан перешел, то есть, чтобы все друзья его уважали, то есть, такой человек для всех. Ну, естественно, он будет, и будет вот такой мужчина делать капельку для вас, да, и потом еще год будет вспоминать, а ты что, не помнишь, я тебе кроссовки купил на день рождения? Ты мне говоришь, что я жадный? Ты говоришь, что я о тебе не забочусь? Понимаете, ну, то есть, сделал на 3 рубля, а ведет себя, как на 3 миллиона долларов сделал, да, то есть, вы с ним еще живете, то есть, когда девушка живет с мужчиной, да, он вообще, ого-го, сколько должен для нее делать? Так, он обеспечивает маму и отчиму, но его родителям на него наплевать, ну, подождите, если ему больше 18, то это нормально, что он, как бы, родители уже не с ним, не воспитывают его, никогда не побеспокоятся, но делают вид, что для них сын очень важен. Слушайте, ну, а зачем родителям беспокоиться, когда человек взрослый? Ему больше 18, я так понимаю, и он может сам о себе позаботиться, зачем родителям о нем переживать? Мой молодой человек для меня родной человек, и мне больно и обидно видеть, как его обманывают родители в любых мелочах. Так, подождите, вы жертва, куда вы лезете, зачем вы лезете к его родителям? Я не понимаю вот этого. У вас тут куча проблем, а вы лезете, вот, зачем, ну, какая разница, что, как его родители там с ним, хорошо к нему относятся или нет? Почему вы свою проблему тут не решаете? Так, обидно видеть, как его обманывают родители в любых мелочах, вымогая деньги. Деньги, смотрите, деньги отдает тот, кто хочет их отдавать, да? Развести мужчину можно того, который рад развестись. Если человек не хочет, его невозможно ни развести, ни вымогать деньги, ничего. Некоторые же мужчины, вот, понимаете, у девушки, например, двое-трое мужчин, да? Ну, вот такая она, любвеобильная. И мужчина понимает это, что он у нее не единственный. Но когда она ему говорит, дорогой, ну, какие мужики, ну, неужели ты не понимаешь? Ты жизнь моя, я других мужчин вообще не замечаю. Мужчина начинает верить, потому что он рад обманываться этому. Ему кайфово. Так, мне больно и обидно видеть, как его обманывают родители, вымогают деньги, придумывают проблемы, лишь бы благоустроить свой дом, открыть бизнес. Слушайте, я не понимаю, проблема у вас, а вы лезете вот к его родителям. При этом у моего молодого человека нет, собственно, недвижимости и движимости. Большую часть отдает родителям и не видит их неискренности в его сторону и продолжает обеспечивать. Его семья им пользуется. Как открыть ему глаза? Хочу, чтобы он понял, что это неправильно и нужно устраивать свою жизнь, а не позволять себя использовать. Воспитывала его бабушка, а мама забрала, когда он был уже подростком, поэтому он всячески пытается ей угодить и закрыть глаза на лошадь. Слушайте, ну вы прям конкретная жертва и спасатель. Вот прям вам надо устроить, чтобы у них там открыть ему глаза. Вы разберитесь у себя в отношениях. Он с друзьями тусуется, он для вас ничего не делает, он вас не любит, не обращает на вас внимания, а вы там вся такая вот хорошая, ждете его, все прощаете, все понимаете. Почему вы своей жизнью не занимаетесь? Вот сначала у себя наведите порядок, чтобы вы себя любили, чтобы вы чувствовали себя любимой, ценной женщиной, а потом его родителям идите. Открывайте глаза, хотя, ну, если он так живет, значит ему нравится. Любовник бросил, как пережить, завести еще, ну это же не конец, это столько мужчин хороших вокруг. Так, и ни одного заводить, потому что, смотрите, если вы сейчас одного заведете, и вот этот вот один вам не напишет или отменит встречу, вы будете переживать. У вас должно быть, вот пока вот этот вот процесс выбора, да, столько любовников, не, не любовников, не надо секс с ними, столько мужчин, чтобы вы не помнили их имена, и чтобы не переживать по каждому. Вот, поэтому 3-4 заведите, пусть они вам каждый день говорят, какая ты красивая, желанная и так далее. Вот, а у вас будет самооценка на уровне, потому что, если, смотрите, вас бросил любовник, а у вас никого нет, вы сидите у окошка, страдаете, и ваша самооценка просто погибает. Вот, чтобы этого не было, общаться. Так, общаюсь с женатым, я люблю его, и он говорит, что любит меня, каждый день видимся, ревную его сильно. Не ревнуйте, заведите любовника, чтобы переместить свое внимание на другого человека, чтобы разделить вот это внимание, чтобы ваше внимание стало дефицитным. Вот, а также продолжайте ему говорить, да, я тоже тебя люблю. Но, смотрите, он женат, у него прекрасная жизнь, и вы для него, как специя, да, как перчик в его вот скучную жизнь. Смотрите, что происходит, когда мужчина, женатый, заводит себе любовницу, да, и он, например, не уходит из семьи, ему удобно так, да. Когда его брак держится, потому что вот эти вот недостающие эмоции в семье он забирает, добирает с любовницей. И он приходит в семью, и он понимает, как он сильно любит свою жену, детей, и все делает для семьи. Когда он, там, любовница, заводит себе кого-то, тоже на стороне, да, получается у нее к нему дефицит внимания. Что происходит с женатым мужчиной? Женатый мужчина начинает ревновать свою любовницу. Даже если она ему не говорит, дорогой, я тоже там себе кого-то завела, ну, у тебя же есть жена, да, у нас все должно быть по-честному в семье. Женатый мужчина начинает ее тоже ревновать, то есть он начинает еще больше внимания ей уделять. То есть жена в это время начинает в истериках биться, потому что она понимает, что что-то не то происходит, да, начинаются скандалы. То есть вот так вот мужчина вводится из семьи. Вот, если он вам необходим, вот вам надо кого-то тоже завести и разделить вот это вот количество внимания. Потому что вашему любовнику-любимому не будет хватать, вы потому что будете тратить это внимание на любовника номер два. Тоже очень люблю мужчин постарше, тех, которых вы называете достойными, которые заботятся, дают деньги и так далее. А мой психолог говорит, что это моя попытка дорастить мою личность почти что болезней. Смотрите, ну, самое главное, чтобы вам было комфортно и спокойно. Вот вам комфортно и спокойно. Я вообще, я никогда не понимаю тех, которые говорят, вот молодец, она нашла, вот он обеспеченный, перспективный, молодой. Молодой – это не ценность. Как его молодость может вам помочь в жизни? Так же, как и его красота? Никак. Поэтому, когда мужчина взрослый, да, от него знаешь, что ожидать. От молодых парней, у которых там гормоны прут, как я не знаю кто, да, он вас сегодня любит, готов за вас умереть, а завтра ему вообще пофиг на вас стало. Поэтому мужчины постарше, они уже знают, что они хотят, с кем они хотят быть, с кем они не хотят. Они знают свои приоритеты, да. Они очень сильно фильтруют свой круг общения, они такими снобами становятся, да. То есть мужчина достойный, он не будет терпеть рядом с собой женщину, которая ведет себя как истеричка, потому что он тоже знает себе цену. А молодому парню ему, наоборот, нужны эмоции, да. Да, молодой парень, он любит, чтобы там девушка ревновала, девушка истерила. Он думает, что она таким образом его любит. Взрослый мужчина, он понимает, что, ну, когда девушка истерит, либо она сумасшедшая, да, либо он сделал что-то не так, чтобы ее расстроить. Поэтому взрослый мужчина, он не будет делать так, чтобы там специально девушка ревновала или еще что-то, вдела себя как ребенок. Общаясь с женатым, он говорит, что любит. Так, я это прочитала. Спасибо, пожалуйста. Так, девушки, мы скоро с вами закончим, да. Сейчас я последний вопрос прочитаю, тоже очень длинный. Ах, я надеюсь, у меня батарейка не закончится. Это вот, который вопрос я хотела еще вначале прочитать. Он очень длинный, но вот я его сейчас начну разбирать. Он очень интересный, потому что это касается всех девушек. Сейчас, секундочку, секундочку, ага, вот нашла. Так. Ага. У меня прекрасная дочка полтора годика, совсем маленькая. Я сейчас развожусь с мужем, от него не получу ни копейки. Девушки, это говорит о том, что в начале отношений у девушки не было стратегического мышления, да. Стратегическое мышление вам дает чувство безопасности, дает чувство самосохранения, потому что многие девушки, когда они выходят замуж, говорят, ну у нас же любовь. Ну какие там документы я буду проверять, какие там, я не знаю, деньги. У нас же любовь, то есть это говорит о том, что вообще отсутствует полностью чувство самосохранения. И получается, что ладно, она сама, да, там наплевалась на свое самосохранение, она же семью создает, то есть ей надо о ребенке еще думать, то есть это два человека, тут двойное, двойное... Представляете, я русский забываю уже. Responsibility. Так, до декрета работала в крупном банке менеджером проекта. Сейчас я понимаю, что когда снова выйду на работу, мне будет сложно перестроиться. Я понимаю, что работая там, во мне преобладают мужские качества, так как это требует бизнес, а я хочу оставаться женщиной. Смотрите, девушки, которые любят работать и тяжело работают, да, а те девушки, которые работают в банках, в банках очень тяжелая работа. Но некоторые девушки любят там работать и работают вообще там с 8 до 10 вечера. То есть, возможно, это интересная работа, то есть они забывают про время. Что происходит? Женщина становится мужчиной. Такая женщина, которая работает как лошадь, как правило, по жизни у нее встречаются очень слабые мужчины, да, мужчины, которые не могут ее обеспечить, ну, потому что она же гордая, она гордится собой, что она может работать тогда. И она говорит, я же сама могу, мне не надо, чтобы кто-то мне там какие-то подачки давал, я сама могу. То есть, вот это вот она постоянно доказывает, что смотри, какая я сильная. Да, естественно, они притягивают только слабых мужчин в жизнь. Так, я так хочу сказать, на самом деле я не привыкла, и для меня удивительно жить жизнью, где мужчина полностью обеспечивает. Это ваши ограничивающие убеждения. Выписать на бумажку. Если мужчина обеспечивает, что это значит? Наверняка у вас очень много ограничивающих убеждений, и я так понимаю, одно из убеждений это будет, что он будет издеваться, он будет манипулировать, он будет мне указывать, что мне делать. Очень много негативных убеждений всплывает. Выпишите их на листочек. Так, а я понимаю, что я молодая, красивая, умная, веселая, но как меня в детстве приучили, что ты сама за себя отвечаешь? Так, подождите, опять. Это перекладывание ответственности на своих родителей за вашу сегодняшнюю жизнь. Смотрите, у меня вообще было такое, что моя мама всегда говорила, ты должна быть независимой от мужчины, ты не должна брать денег. Когда мой папа дарил моей маме подарки, она говорила, зачем? Зачем ты тратишь деньги? А вы понимаете, что мужчина по природе, да, он для этого и добывает, приносит добычу в семью, да, чтобы семья пользовалась. А когда женщина обесценивает, то есть зачем ты мне даришь, зачем ты тратишь деньги, это говорит о том, что ничего страшного, что ты так много работал, ничего страшного, что ты там не спал, не ел, мне вот это... Так, я вернулась, да? То есть ничего страшного, что ты так много работал, ничего страшного, что ты там не ел, не спал, мне вот это вот все не нужно. То есть так расценивает мужчина. В моем детстве получается, что мне мама говорила, что я должна быть независимой И я думаю, так, нет, 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 я так не хочу, мне все нужно Хотя, с другой стороны, я могла сказать, если моя мама так говорила, вот поэтому у меня в жизни вот такие проблемы Нет, то есть вы взрослая девушка, и вы перекладываете ответственность за сегодняшние проблемы на своих родителей Вот говорят, мне родители не подали пример Блин, да вы же понимаете, что ваши родители жили хреново, и вы понимаете, что я так жить не хочу Моя жизнь будет складываться по-другому В чем проблема? Если вас, родители, вам говорили, вам надо быть самостоятельной, вкалывать как лошадь Ну, вы же должны понимать, что нет, я женщина, я не хочу вкалывать как лошадь То есть не перекладывайте, пожалуйста, ответственность на своих родителей за сегодняшнюю вашу, за ваши вообще промахи Это вот знаете, как кто-то пишет мне Вы учите, как женатых мужчин разводить, как сделать так, чтобы он развелся, как любовницы там быть Вы рушите семьи О чем это говорит? Это говорит о том, что человек перекладывает на меня ответственность за свою говнистую жизнь Она перекладывает на меня ответственность за то, что она выбрала не того, да Она перекладывает на меня ответственность за то, что она вообще не умеет выбирать мужчин Поэтому в этом сообщении, пожалуйста, не перекладывайте ответственность, раз. Два. Ваши ограничивающие убеждения по поводу того, что мужчина дает деньги, значит, вот я так не привыкла, выпишите. Кстати, у нас время закончится, возможно, у нас сейчас просто разъединиться, я не сохраню эфир. Приветик с Керчи, приветик. Так, девочки, я завтра еще один эфир проведу. У кого остались вопросы, если я вдруг не ответила, пишите в директ, с удовольствием отвечу. Так, всем приятного вечера, спасибо, что были со мной, нашли время.